МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Рады видеть в нашей студии. Я у вас первый раз. Прежде расскажите, как и чем сейчас живет Кванториум? Не случайно интересуюсь, пандемия вмешалась во все сферы деятельности. Приходилось ли прерывать занятия? Как сейчас проходит учебный процесс? У нас очень активно шло каникулярное время, потому что детки, которые были предоставлены сами себе в течение длинных школьных каникул, они шли к нам. И у нас часть занятий шли и в офлайне, а часть занятий шли на дистанте. Но, тем не менее, все у нас кипело, двигалось, конечно, с соблюдением всех санитарных норм, но при этом каникулы были весьма-весьма активны. А конец ноября, он совершенно чудесен, потому что как конец года, в который собирается множество мероприятий, у нас какие-то глобальные вещи собрались и начали выстреливать фейерверками, фонтанами и прочим, прочим, прочим. Вот вы говорите о фестивале «Руками», а если любопытные телезрители зайдут на сайт, то увидят гордое название «Международный киберфестиваль идеи, технологии руками». Это площадка, которая объединяет практически всю Российскую Федерацию и многие-многие страны зарубежья. И учредителями этой площадки являются, ну, например, столь любимые детьми, и теперь, наверное, отчасти взрослыми, платформа TikTok, американские космонавты являются одним из учредителей этого фестиваля, ну и наши серьезные бизнес-партнеры. А как давно его проводят, фестиваль? Его проводят первый или второй раз, но в Алтайском крае он проходит впервые. В Алтайском крае, то есть будет региональный этап? То есть в Москву ребята наши не поедут? Ну вот опять же, если увидеть, открыть сайт, то вы увидите, что это грандиозная фестивальная площадка. Если бы это был просто формат соревнований, это был бы один вариант. А это вот такое мероприятие, которое объединяет самые разные интересы. И в первую очередь это, конечно, будет возможность пообщаться, увидеть, научиться в разных форматах. Вот для того, чтобы не искушать судьбу и не бояться разного рода эпидемиологической ситуации, мы часть деток приводим к себе на площадке. Это человек 5, 7, 10, который проходит отбор, а остальные будут наблюдать за этим с любой территории Алтайского края в онлайн-формате. И чего там только не будет. Раз это идея, раз это технологии, то это и валяние, создание валенков, бисероплетение. То есть получается неограниченное номинациями. У нас порядка 30 площадок в течение двух дней. Суббота и воскресенье. Если вы хотите участвовать в этих площадках, то регистрируйтесь на сайте, еще регистрация открыта. И даже есть большая вероятность, что вы попадете на этот фестиваль еще в офлайн-формате. А вы уже знаете, кто из ребят с какими подделками или, как не знаю, разработками выйдет на фестиваль? Вот смотрите, вы меня призываете рассказать, кто будет победителем и кого мы отправим от региона. А я вижу здесь основная часть, 90%, это то, чтобы устроить огромный праздник. А второй вариант – это выбрать лучшие работы, лучшие проекты, которые в результате этого праздника будут. Формат очень-очень широкий. Начиная от каких-то детских прикладных составляющих, кончая с созданием бизнес-проектов, технологических проектов, IT-проектов. И вот именно из этих серьезных вещей будут выбраны региональные победители для того, чтобы участвовать в Москве. Кроме того, мы на открытые лекции, лекции в онлайн-формате, позвали ярчайших представителей. Ну, например, про шахматы будет рассказывать руководитель ассоциации шахмат Алтайского края Артем Паламошнов, который на пальцах может объяснить, почему это совершенно необходимо. Вот хотите, чтобы ваши дети стали успешными и дипломатами? Занимайтесь шахматами. Рассказывать об открытии собственного проекта в интернете будут люди, которые сами по себе успешно и собирают там десятки, сотни тысяч лайков и подписчиков. Рассказывать о изобретениях будут люди, у которых множество своих патентов. И более того, одна из лекций у нас называется «Как создать и зарегистрировать свое собственное изобретение». Поэтому это будет чрезвычайно полезно. Это только одно мероприятие, которое будет... Я думала, вот моя дочь, если сейчас слушает интервью по поводу лайки и так далее, я думаю, она заинтересуется. То есть обычный ребенок тоже может принять участие, который еще пока не причастен к этому делу? Это мероприятие абсолютно для всех. Открываете сайт, регистрируетесь, вы наш. Вашей дочери сколько лет? Десять. Десять лет. Она сидит за компьютером. Постоянно в телефоне, в тиктоке. Читает книжек очень мало, несмотря на нашу борьбу с адресом. Практически нет. Ну вот у нас та же ситуация, дочь читает, сын не так много, как хотелось бы. Поэтому ваша дочь, наш кадр для Кванториума 22. Там у нас работает несколько квантумов, и один из квантумов занимается технологиями виртуальной реальности. То есть мы от домашнего компьютера вашего ребенка отрываем и приводим в Кванториум 22, в сегмент, который занимается виртуальной реальностью. И садим за другой компьютер, надеваем волшебные очки, она надевает волшебные очки, начинает наблюдать за какими-то совершенно другими мирами, и вдруг возникает желание создать свое собственное мобильное приложение, или создать свою собственную игру, или создать что-то, и мы учим. И тогда вам через 6 лет не надо будет искать специалиста для толка, для создания какой-то инфографики и прочее, прочее. Или графика на телевидении называется это все. Создание графики. У вас будет через 6 лет дочь, которая будет блистательно владеть умениями, и вот для этой плазмы делать ярчайшие картинки и все необходимое. То есть получается, что не обязательно быть, родиться одаренным ребенком, а мы с вами, взрослые, можем нашим детям, которые пока действительно только в телефоне, дать какой-то шанс для развития, а ведь всего лишь... Да возможность совершенно очевидная, но мы с вами из разных поколений, все-таки определенная разница есть, чем я занимался в возрасте 12-15 лет. Я ходил в комнату школьника «Горизонт» играть в настольный теннис с утра до ночи, и был записан в две библиотеки, где я брал книжки и читал. Ну, еще была школа, которую не сильно я любил, может быть, это моя беда, а может быть, это мое счастье, что я не сильно ее любил. Сейчас совершенно другая картина в дополнительном образовании. Уроки закончились, у тебя есть грандиозный выбор, где себя реализовать. Вот, пожалуйста, IT-куб, вот тебе Яндекс.Лицей, вот тебе Дом научных коллабораций, вот тебе Кванториум-22. Сегодня количество предложений, которые дает дополнительное образование, оно превышает количество желающих. В общем-то, соответствует современным детям, что интересно. Более того, мы же сейчас как? Мы ведем ребенка в спорт, мы ведем ребенка в художественную школу, мы ведем ребенка в музыкальную школу, и везде платим денежку за это. Сегодня, благодаря политике нашего государства, и здесь я говорю без иронии, без сарказма, на дополнительное образование, на создание условий одинаковых для детей Москвы, Санкт-Петербурга и Барнаула, прикладываются определенные усилия. И вот когда вы выбираете между перечисленными, ну я-то радуюсь за Кванториум-22 и за детский технопарк Алтайского края, вы знаете о том, что, ну вот, например, в Кванториум-22, на те квантумы, которые мы набираем, это и Аэро, и Хай-Тек, и Виар, ну, в общем, слова трудно выговариваем, но летают на коптерах, изобретают роботов, создают мобильные приложения, оцифровывают Землю, изучают планету и многое-многое-многое другое. Био-квантумы разрабатывают новые растения, смотрят, как в питательной среде размножаются микроорганизмы. Ну, это интересно. Каждых полгода, а мы набираем раз в полгода, выделяется 567 бюджетных мест. 567 детей учатся в Кванториум бесплатно. И более того, когда мы объявляем набор и говорим, что, пожалуйста, там, 14-15 сентября заходите, регистрируйтесь, мы за два дня закрываем эти 567 мест. Потому что люди видят прагматику, видят мотив и с удовольствием приводят к нам. А желающих наверняка больше в разы. Желающих больше, но для этого есть небюджетные группы, которые, ну вот, если говорить в цифрах, 567 бюджет, 180 небюджет. Порядка более 700 детей обучаются у нас в Кванториуме осень-начало зимы. В январе у нас будет вторая серия, мы будем набирать снова, поэтому милости просим. А есть какие-то одаренные дети, которые себя настолько проявили, что они запомнились вам, и вы знаете, что у него будет хорошее будущее? В октябре месяце у нас проходили отборочные, не отборочные, а финальные соревнования. Вот дальше, внимание. Я всегда с трудом это выговариваю. Конкурсы WorldSkills Russia. Вот та же история, да? И принимали участие все регионы Российской Федерации. Наши детки заняли серебро, взяли серебро и бронзу. И это была большая победа, потому что над нами стояла только Москва или Санкт-Петербург. Казань, Новосибирск, Красноярск, Университетский, Томск. Это VR-технологии, которые создали, ну вот как все это складывалось, в течение двух дней в ограниченном помещении, в котором нельзя было проникать педагогу, под онлайн-наблюдениями нескольких камер. Из Москвы сидела жюри и контролировала, что происходит, чтобы никаких подсказок, ничего не было. Давались определенные кейсы, задания. И дети блистательно с ними справились. Они сделали мобильное приложение одно по задаче, они сделали робототехнику, то задание, которое создать какого-то робота. Где-то в течение одного дня, где-то в течение двух дней они выполнили это, продемонстрировали, кейсы отослали в Москву и сказали, вы лучшие. Поэтому эти детки совершенно чудесны. На сайте вы можете посмотреть. Кроме того, что они стали победителями в таком престижном... А теперь мы выходим на второй круг. Вот сейчас у нас 30 ноября по 4 декабря будет региональный тур WorldSkills. И здесь и среднепрофессиональные учреждения, колледжи и организации дополнительного образования будут принимать активное участие. И вот на Кванториуме 22, 6 площадок. Одну мы проводим в педлицее, одну мы проводим в колледже, и 4 площадки на нашей территории. И вот здесь мы уже будем отбирать те команды, тех деток, которые впоследствии будут биться. И вот этот бесконечный фестивальный и соревновательный элемент, агональный элемент, он вот сейчас в дополнительном образовании присутствует. Но здесь есть некоторые составляющие, которые огорчают, потому что вот на моей памяти, будь то программа «Шаг в будущее», будь то разного рода технически ориентированные вещи, те детки, которые побеждают, они часто получают входной билет поступить в ВУЗы без экзаменов. Вот мой предыдущий вопрос именно об этом и был, кроме битвы. В ВУЗы без экзамена, и, к сожалению, они выбирают МГУ, они выбирают Бауманку, они едут в Томск. Ну, к сожалению или к счастью, тут уже такой спорный вопрос. К счастью для родителей, но, к сожалению... И для самих детей. Да нет, ну, не знаю. И для детей, наверное. Но к огорчению для жителей Алтайского края, потому что вот такие культурные герои, они, конечно, свою землю должны укреплять, славить и прочее. Ну, соответственно, определенные люди должны делать выводы, что предпринять, чтобы наши дети не выбирали учебные заведения где-то там. Но тема длинная. Да, и поэтому я предлагаю все же на этом нам с вами беседу закончить. Какая блистательная минорная нота у нас с вами прозвучала в конце. Минорная нота, я подозреваю, что это разговор для следующего эфира. Хорошо, я готов. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Но я напомню, что сегодня у нас в гостях был директор детского технопарка Кванториум-22 Сергей Монсков. Продолжение следует...